По данным сайта stopcoronavirus.rf, в Чувашии 2014 заразившихся. Плюс 78 за сутки, 639 человек выздоровели. Вчера была зафиксирована 9-я смерть от COVID-19. Тем временем в республике продолжается проверка соблюдения масочного режима организациями и жителями. Особое внимание тем муниципалитетам, где большое количество заболевших коронавирусом. В Чубаксарском районе таких более 100 человек, а это второе место в республике. Администрация Чубаксарского района, мобильная группа по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Итак, ежедневно с 9 утра и до 12 часов дня 5 мобильных групп обходят торговые точки, парикмахерские, аптеки и магазины. Вход только в масках, без масок не обслуживаем. Обязательно для покупателей сделали разметку, чтобы покупатели соблюдали дистанцию. Ну и сами полы моем дезинфицирующими средствами, полки протираем и двери, что самое главное, кассовый узел. Это на дню несколько раз. Так мобильные бригады успевают проверить около 20 предприятий района. Вечером другая задача – обойти детские площадки, парки, другие места, где обычно собираются жители. На сегодняшний день составлено 21 акт, 5 на юрлиц, а остальные акты на физических лиц. По детским площадкам они все закрыты в Кугесах, но есть единичные случаи, что граждане все-таки нарушают. И мы им разъясняем, что посещать детские площадки и парки сейчас запрещено. И лучше все-таки оставаться дома. В Чебоксарском районе живет более 60 тысяч человек. Главы поселений держат под контролем все населенные пункты, а их более 170. Все 17 глав поселений также объезжают свои населенные пункты. Конфликтных ситуаций не было, но в случае чего они нам сообщают, и мы выезжаем на места. Ежедневную проверку проходит и общественный транспорт. Все пассажиры в масках. Не все в перчатках, но все в масках. Жители района к проверкам относятся с пониманием. Носим маски в общественных местах. Я вижу, у вас нет перчаток. Почему? Перчатки в сумке лежат. Я просто не трогаю ничего. Правда есть. Какие еще меры предпринимаете? Стараемся лишним не выходить. Просто сегодня нужно было в больницу. Соблюдаем. Одеваем перчатки, маски обязательно. Без них не выходим на улицу. Такие проверки уже показали свою эффективность. С каждым днем фактов несоблюдения режима становится все меньше. Ольга Алексеева, Алексей Зотиков, Николай Скворцов, Республика.